Добрый день! Сегодня у нас очередная модификация кубика 3х3 компании Phanxin под названием Penrose Coupe И что здесь примечательно, это версия из цветного пластика не такая как на коробочке, а именно из цветного Мы видим через окошко стандартную сторону от кубика рубика 3х3 И можем подумать, что там обычная трешка Но, если мы откроем коробочку то увидим трехцветную главоломку Да, это трешка, у которой всего три цвета и скруглены некоторые ребра Получается две синих грани, две красных и две желтых Причем в стандартной расцветке у Penrose Coupe от компании Z-Coupe у меня есть вместо желтого белый Но здесь Phanxin почему-то решили сделать желтый Это не плохо, не хорошо, просто по-другому В коробочке есть инструкция Удивительно, но она есть И на все на китайском Практически все В принципе здесь даже какие-то алгоритмы есть Но они больше, наверное, похожи на обычную сборку кубика 3х3 Хотя, что-то здесь и для последнего слоя тоже есть Ну, по-моему, это просто треугольник углов Треугольник ребер Предлагают даже псевдопаритеты решать Кстати, интересно Ну, я потом посмотрю Решается это достаточно просто Без того, что там написано В чем суть головоломки? То есть, это обычная трешка Которая при перемешивании слегка меняет свою форму И из-за того, что здесь всего три цвета Возникают некоторые псевдопаритеты Ну, в основном они возникают Из-за того, что у нас есть одинаковые ребра Желто-синие, желто-синие И то, что есть ребра Ориентация которых неопределима То есть, можно его что одной стороной поставить Что другой И внешне это не различить Давайте перемешивать Вращается кубик от Фанксин Вполне достойно И вот что-то такое получается Обычно принято собирать с белого цвета Но его тут нет Давайте, наверное, начнем с красного Чтобы сверху, по традиции, оказался желтый Хотя, это и не так важно Причем, неважно, с какого, с этого красного Либо с этого Напротив этого красного будет синий Напротив этого красного будет желтый Напротив этого синего тоже будет желтый Так что, ну, либо с синего, либо с красного Как удобно Давайте начнем с красного Чтобы желтый был сверху Между двумя красными центрами Очевидно, должно быть Красное ребро Да? Тут вариантов нет между желтым и красным должна быть желто-красная все интуитивно ставим синий и красный синий и красный причем она здесь уже стояла можно было не менять причем здесь должно быть какое ребро между двумя синими синий ребро и полукруглые синие с красным синие с красным вот как здесь красные и синие должно быть наоборот синие и красные где такое найти полностью синее нашлось и вот у нас еще одно можем их сразу вместе объединить и парой сюда загнать можно по отдельности, это не важно дальше здесь должно быть красное с синим торцом вот такое можем так поставить вот синий и красный и красный и ребро устанавливаем сюда любыми способами здесь ориентация центров тоже не важна поэтому любой алгоритм можно применять главное понять какой элемент куда поставить мы видим что здесь вот красная дуга значит с красной дугой должен быть элемент и должен ставиться он не так и не так а вот так ну можно сделать несколько пиф-пафов и на первый, третий, либо пятый уголок встанет как надо ну вот это стоит элемент неправильно но мы можем на его место поставить другой будет чуть короче и остается у нас еще вот этот слот здесь должно быть что-то желто-красное вот такое вот опять же любым способом а нет я посмотрел на это ребро оказалось что неправильно здесь вообще должен быть уголок желто-синий перепутал то есть вот такое ребро и желто-синий-красный не этот вот этот судя по всему да чуть не ошибся ну то есть методом проб и ошибок мы все-таки сможем собрать два вот этих слоя дальше нужно правильно ориентировать крест здесь мы видим что одно ребро ориентировано неправильно два правильно а одно непонятно так вот чтобы не рассматривать здесь псевдопредет которое было в инструкции мы просто смотрим что два вот этих правильно одно вот это неправильно ребро ориентировано значит вот это тоже будет неправильно напомню что на кубике три на три могут быть правильно ориентированы либо два ребра, либо четыре ребра, либо ни одного ребра. То есть четное количество 0, 2, 4. Так, чтобы три правильно были ориентированы или одно, не бывает. Ну и, соответственно, раз это ребро у нас будет неправильно ориентированное, мы просто делаем алгоритм для палки и получаем крест. Дальше уже чуть поинтереснее. Расставим ребра по местам, они по местам стоят, но здесь важно отметить, что вот эти два ребра могут стоять не на своих местах. Они одинаковые, желто-синие. Поэтому если у нас сейчас углы не будут вставать на свои места, то их надо будет поменять. Но они здесь на своих местах, поэтому можем их... Давайте пиф-пафами развертем. Так. Так. И вот пенроуз собрался, но я смоделировал ситуацию, когда у нас это будет все не так радужно. Мы видим, что все ребра стоят по местам. Два угла на местах, а два нет. Соответственно, такая ситуация в кубике 3х3 невозможна. И в данном случае нужно поменять не только два вот этих угла местами, но еще два вот этих ребра. Можно использовать алгоритм PLL, который меняет два угла и два ребра. Но таких случаев может быть много разных. Там и копье можно применять, и семерку. Поэтому, если вы не хотите вникать и разбираться, либо недостаточно хорошо знаете Фридрих, то можете просто два вот этих ребра, которые не одинаковые, расположить сзади и слева, а вот эти одинаковые перед собой и справа, и выполнить обычный алгоритм, который из методики для начинающих переставляет ребра. То есть мы сейчас переставим два вот этих ребра и какие-то там углы. Два вот этих останутся на месте. Делаем алгоритм. Ну, можно было сделать лямбду. Кто что умеет. И в данном случае у нас все собралось. Но могло потребоваться переставить углы по треугольнику. То есть какая-нибудь вот такая ситуация могла оказаться, что все ребра на месте, а углы уже можно 30 секунд переставить. Вот и весь секрет Пин Роуза. Да, можно при желании выводить алгоритм для каждого случая. И скорее всего я, когда буду делать обучающее видео, так и сделаю. В дополнении это все предоставлю. Но чтобы решить, в принципе, все достаточно просто. А в данном случае мы что сделаем? Просто дособерем. Кубик сам по себе не разлетается, собирается хорошо, все в нем удачно. Версия от Фанксин ничем не хуже, чем версия от Z-Cube. Хотя от Z-Cube, кажется, элементы вылетали, я уже чуть не помню, давно лежит. Есть видео на российском Ютубе, как и в обычной трешке, сделать куб Пин Роуз, но гораздо дешевле его купить готовый. Поэтому мой выбор за готовую модель. Да и стоят они недорого. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.